здравствуйте игорь так анализируя вот ваш жизненный путь на сегодняшний день можно сказать предположить что он состоит из таких как по двух этапов первый этап это такой этап накопления коллекционирование второй этап более созидательные связанные уже с авторством книг с выставками презентациями и так далее и эти два этапа разделены между собой вот на мой взгляд 2008 годом этом году вас много чего интересного судьбе произошло в частности вышла ваша первая статья как произошел этот вот процесс перехода от одного этапа в другом мы вообще говорим что у меня в 2008 муза появилась я женился в 2008 мы к этому вопросу вернемся знаете это действительно тоже очень важно потому что я до этого времени не писал первый этап он да вот он четко так прослеживается до 2008 но он не остановился он просто перерос в другую стадию вот накопление какого-то материала больше к накоплению знаний и он прогрессирует то есть он идет и действительно вот с этого периода как-то появилось желание и возможность то что информация которая знания которые получились вот их в определенную форму 2008 году вернее указали на это 2008 году вы жились во второй раз на то время и катерине было 16 насколько мы понимаем катерина 90 года 2008 и как раз было 18 18 да мы дождались пока и исполнилось 18 в октябре у нас такой семейные мы семейные весы я весы по гороскопу у меня младший сын весы мой отец катерина весы на даже секретарь на работе весы но это не подбирается это вот знаете такое общее духовное такая целостность и взаимопонимание мы мы семейно шутим что да что у меня появилась муза и я начал как бы писать творить но вы говорите шутим это действительно так или какая доля правды в этом что вы не единождите да 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 человек открывается когда когда ну открыт для мира когда у него позитив когда у него праздник на душе когда у него действительно все хорошо потому что человек который согнут под грузом проблем каких-то этих ну и видимо у меня был такой момент момент там влюбленности такой увлеченности и он позволил не только мне вот лично и как бы жизнь устроить да на дальнейшее время но и то же время открыться и творчески наверно так открылись какие-то чакры еще одна женщина есть вашей жизни свое без сомнения одна из наиболее эстетичных книг нотариат вы посвятили своей матери и не владимирами рукавициной она уроженка калужской области и переехала сюда в кривой рог и такой вопрос первое образование у вас не юридическое то есть скажем более финансового характера такого бухгалтерского затем все-таки получили образование юридическое пошли по стопам нотариальным своей матери скажите вот первое образование это вот это был протест вот я не буду юристом вот как не не очень хотелось это было это было правильное ограничение которое существовало тогда на законодательном уровне на тот момент когда я закончил школу это восемьдесят девятый год существовало ограничение для поступающих в юридические вузы необходимо было или два года практики либо после службы вооруженных силах то есть это очень грамотный такой момент который позволял человеку который получал юридическое образование и по итогу выходил там судьей прокурором там юристом адвокатом он уже становился более зрелым уже это был вот осознанный шаг то есть работая на криворож стали я отучился заочно и в принципе вот только прошел полугодичную практику я сразу поступил к нотариальной практике вот это такая наследственность в общем-то я знаю что изначально и реально конторы вашей матери на была зарегистрирована по тому же адресу где вы сейчас также ведете непосредственно свою практику как на вас воздействует вот вот женщины вашей семьи вы на себя это чувствуете влияние или это больше поддержка как скажем ну конечно есть какие-то манипуляции но это вот материнское это материнское такое но с это с одной стороны с другой стороны конечно это пример и это возможность научиться потому как все равно есть такие вопросы которые нужно даже посоветоваться коллеги ально а с выбором профессии никогда вопросов не было мама когда была нотариусом было всего 7 нотариальных контор на весь 700 тысячный кривой рог да я помню с детства такие вещи там мы жили на соцгороде и идем например на первомайский парад он там по нынешней улице 22 процесса напротив горы с полкома и мы идем и все там здравствуйте не ладимина здравствуйте здрасте мама говорит ты что полгорода знаешь говорит я их ну говорит ну визуально может и знаю говорит они меня знают ну когда ну у тебя есть возможность каждый не общаться с людьми когда решать какие-то вопросы ребусы потому как очень мало когда ну все просто там принесли документы там задали какой-то вопрос очень часто нужно выступить где-то таким ментором потому что кто-то супруги или там совладельцы не могут что-то поделить где-то какие-то вопросы то есть и вот этот момент соблюсти законности в то же время там помочь людям где-то пойти на встречу ну это интересно то есть это вас еще и психологическая работа когда вам нужно помогать договариваться между собой тем людям которые не очень-то хотят это дело это это даже в большинстве то есть большая часть работы то есть это перенести на бланки там формальный договор или там внести в шаблон какие-то данные это вот техническая работа которую выполняют технический персонал а вся работа с людьми это вот именно работа психолога это вот найдет как говорил в свое время генри форд о том что я продавая человеку автомобиль не заканчиваю с ним отношения только начинают то какой он это это и это точно также относится к нотариальной практике то есть пришел человек он пришел там заверить копию или там сделать договор и если ему понравилось он останется и он уже не пойдет менять как банкира как врача скажите вы себя считаете успешным нотариусом я себя считаю я считаю себя так обеспеченным да обеспеченным нотариусом потому как работа мне позволяет обеспеченность предполагает обеспеченных клиентов которые как-то следовательно пользуются вашими услугами да у меня нету ну каких-то слишком завышенных то есть мне мне достаточно сегодняшний день то что вот как бы я имею да там та машина на которой я езжу там так квартира где живут тот уровень ну который мы себе можем позволить мне этого достаточно и возможность какого-то там свободного времени чтобы заниматься тем что мне нравится да хотя это вот ну до сих пор там в какой-то там мере считают моими причудами это вот книги коллекционирование подвижническая деятельность очень часто меня приглашают там и прочитать лекцию и выступить где-то на какой-то конференции а сейчас вот ну последний буквально там год меня начали там включать в разные комиссии там игры с полком беспокоит и там общественная жизнь там меня как члена национальной спилки краизнавцев и как вот человека который занимается творчеством да там книги выставки вот где нужны какие-то специальные знания либо специально то есть это все занимает времени и вот обеспеченный то есть знаете есть такая когда есть возможность у тебя заниматься и работой и любимым делом то вот этот сам самый главный паритет то есть сегодня это уже вайка если вы говорите что приглашает какие-либо комиссии это уже скажем не причуды если вернуться к тому этапу который больше связан с накоплением и коллекционированием как вы уже упомянули вы открыли два сайта один из которых гривна юэй связаны с и банистикой да он начинался как нумизматический это украинская нумизматика и потом вышедшие из употребления денежные единицы боны до украина вот так вот со стороны кажется что коллекционеры это какие-то такие очень странные наверное люди интересные расскажите большая ли вот с позволения сказать вот вот украинская тусовка банистов и кто они эти люди какой средний портрет такого человека ежемесячно в киеве проходят большие слеты коллекционер ежемесячно проходят по пятнице в по субботам в обычную неделю это просто клуб и последняя суббота месяца это большой клуб куда съезжается несколько тысяч человек но это по всем направлениям коллекционер банистика украинская ну наверно до 100 человек когда начинают собирать люди коллекционировать и когда появляется излишек денег да в обществе то есть когда общество доходы среднего класса который является скажем основным потребителям вы имеете ввиду коллекционировать вообще вообще когда вот уже там закрыт вопрос там куплен диван там новый холодильник когда есть машина когда начали коллекционировать а любой человек начинает коллекционировать когда уровень достатка доходит до определенного уровня и либо это передается вот как семейное да вот многим многие коллекционеры это тот кто родители собирали и вот или там дедушка собирал а вам это так передалось там от отца дедушки нет у меня наверное просто как эстетическое восприятие каких-то интересных вещей я никогда не относился к предмету как предмет для меня любой предмет это массив информации массив информации который стоит за этим предметом его история так называемый провинанс если взять самые редкие предметы то за любым редким предметом стоит целая история то есть у кого он до этого был как он попал к другому человеку и вот когда ты покупаешь редкую вещь например или когда ты там ознакомишься с редкой вещью вот этот провинанс это история этой вещи то есть как она попала кому-то как в свое время там ну если это все дополнительная стоимость это дополнительно это в разы больше который добавляется к этим вещам вещам и вот оно и добавляет самого интереса и история которую можно купить как это у вас начиналось то есть вы шестилетним мальчиком я не знаю начали собирать марки да собирал да да с марок собирал на тот момент на девяносто пятом квартале это вот было там где сейчас киев старт там же было филателия на первом этаже этот союз печать огромный укрпот но этот почта ссср магазин а второй этаж это было место сбора вот коллекционера марта то есть изначально это было коллекционирование марок и вот второй где-то такой виток это уже в сознательном возрасте я увидел украинские монеты посмотрел я у меня эстетика вот поразила как это как мини предмет искусства скажите в своих сыновьях видите какую-то склонность коллекционирование планируете ли им передавать свои коллекции ну я пытаюсь по крайней мере не специально то есть там не зову что вот изучай они присутствуют на всех выставках они по возможности если я там что-то там приобретается новая в коллекцию либо иногда есть такое ностальгическое чувство ты что-то достаешь там не ставишь то очень часто особенно младший старший у него переходный возраст 15 лет наверное сейчас немножко другие интересы там компьютерные игры все но младший очень с интересом при том вот можно сказать мы вот это уже смотрели а вот это я помню я думаю если общее передастся любовь каким-то красивым вещам к эстетике этих вещей то со временем и заинтересуются они той коллекции хотя ну не обязательно вернувшись к вопросу портрета коллекционера в украине вот вот это кто в среднем средний возраст пол интересы или или нету такого кто эти люди ну знаете в большинстве это вот обеспеченные люди мы подразделяем коллекционеры и дилеры да вот например есть дилеры кто профессионально занимается уже десятки лет и подбирая под серьезных коллекционеров под запроса да да ну и коллекционеров тут можно разделить тоже условно на такую категорию то есть есть коллекционеры которые вот человек просто вот всю жизнь ходит в поиске ну скажем так найти в мусоре золотую монету есть такие люди то есть он они не очень обеспечены но он посещает все вот там мероприятия коллекционные он не брезгует там различными барахолками он условно говоря готов копошиться в любом мусоре но именно знание материала потому как может 20 человек подойти просмотреть а подойдет специалист и он вытащит вещи которые уже пересмотрели многие и он просто зная что здесь какая-то увидит или ошибку какую-то да там условно говоря или какая-то какое-то отличие которую эту вещь делает уникальной среди остального и она дорожает в несколько раз в коне она может там в сотни раз дороже бы он рассказывает что там иду там в киеве вот на андреевском спуске да вот там такое туристическое место и вот говорит смотрю стоит просто лоточек с вот этими там с бумажными деньгами я смотрю там китай старая китай ну так как самому китай на подъеме индия на подъеме то естественно их коллекционный материал в очень высокой цене ну и говорит я так листаю делают и горит у меня чувствую ноги подкашиваются вижу там редчайшая бумага лежит я так другие две достаю говорит ну типа а сколько эти стоят ну эти говорит ну не знаю сейчас я посмотрю пока по каталогу говорит я будут эту взял а он мне говорит но это 5 и я стою и и говорит не понимаю что он сказал 5 5 чего 5 гривен 5000 гривен или 5000 долларов и он говорит ну 5000 гривен вообще как бы нормально там 200 долларов да условно на сегодняшний да я там там говорит 5000 долларов дороговато но у меня тоже как бы устраивает этот сна потому как она стоит дороже так я говорит ну чтобы его не спугнуть говорю а сколько вам чтоб без дачи дать ну говорит те по 20 и это 5 гривен давай 50 гривен я тебе 5 гривен сдачи даю и все и человек говорит у меня руки затрусились я отошел я вот вижу ну перед этим то есть там прошло сотни людей может кто-то перед этим смотрел то есть первую очередь это это конечно работа это работа ты должен знать очень хорошо тему материал во вторых ты должен не лениться там выходить это все высматривать и самый момент у тебя должна быть от внутреннее чутье потому как ты можешь пройти а вот ты вот подошел почувствовал тоже вот этот коллекционер старый санкорсовский он не говорил что есть твой материал есть не твой материал вот есть твой он сам тебя позовет то есть ты подойдешь ты почувствуешь и люди которые прожили там 50 лет коллекционировали действительно такие вещи знают а второй вид коллекционеров это вот скажем там те же самые какие-то киевские чиновники которые типа следуя какой-то моде там да кто-то там собирает картины кто-то там выбрал современную живопись кто-то там там те же самые открытки или это и он говорит что я завтрашнего дня хочу собирать и вот дает задание дилерам то есть есть специальные дилеры и просто дилеры для него вычищают из материал то что вчера например было никому не нужно не интересно то есть сегодня вот все возгружается одному человеку соответственно поднимается очень сильно цена на материал и вот но это два основных портрет на на таких коллекционеров достаточно много знаем о вашей жизни он уже такой более публичной но тем не менее как складывалась ваша личность особенно неизвестно какой школе например вы учились поддерживаете ли дружбу со школьными друзьями как это вас происходит я учился в 95 школе сейчас это гимназия мой старший сын учится в ней я со школы поддерживаю теплые отношения было там годовщина года три назад в школе они меня приглашали они там был большое мероприятие в дыка металлургов а вот буквально в этом году я начал проводить там мероприятие мы там делали мини-выставку фотографий фукса мы я передавал передал им книги те что у меня вот были в наличии то что я опубликовал и мы сделали там два открытых урока то есть идет вот ну скажем такой взаимно я вношу свою лепту потому как ну они с таким пиететом к этому относятся как бы знаете им зачет хотя у них очень много достойных людей кто закончил эту школу ну вот я скажем в такой определенной доступности книги это такая не политическая тема то есть это такая условно говоря нейтрально с хорошим таким возможности вот это позиционировать эта история города это краеведение то есть но вот о книгах и нейтральности позволю себе перебить издание которую презентовали в конце мая текущего года железнорудное криворожье в нем также в соавторстве непосредственно издействующий мэр юрий вилку есть николай ищенко есть николай ступник собственно и вы скажите вот порядок в котором перечислены авторы в этом издании это олицетворяет вклад авторов в него и либо это рука алфавита да это это общее правило для всех публикаций это в алфавитном порядке при том вот вы говорите здесь о юрии гречи как о мэри а нужно в первую очередь говорить как о президенте академии горных наук когда общее участие конечно тут нужны ресурс и финансовый ресурс нужен для издания для любого нужен информационный ресурс нужны технические моменты и правильно это все организовать то есть например со стороны горной академии то есть они они взяли на себя полностью правку книги в плане технических моментов то есть чтобы подписи соответствовали если мы так уже затронули такие около политические вопросы вот очень интересно вы ни разу не были уличены в какой-либо политической деятельности хотя я уверена я уверена что вам наверняка предлагали и наверняка предлагали не раз и на очень заманчивых условиях как минимум но вы я так понимаю отказываетесь либо это еще какой-то предстоящий этап вашей жизни почему так нет ли у вас ощущение что на какой-то там властной до должности ли из депутата горсовета ну по крайней мере у вас было бы больше возможностей в продвижении тех же культурных каких-то практик и писательских и так далее ну скажу честно я не вижу ни одной политической силы с которой бы мог бы себя заангажировать с другой стороны я как человек занимающийся продвигающий да там ну там краеведческая историка там культурную тему да он условно так говоря по кривому руку я должен быть в этой в некоторой мере не заангажирован но если бы я видел что мне интересно что это действительно там действенно были звонки особенно там перед местными выборами там звонили из днепропетровска при том это были не от местных с местными там были какие-то там буквально там пару-тройку таких вот ну небольших забросов там предложение там а вот не хотел бы ты или там вот то-то то-то я говорю ну вам нужно реномэ поднять да я не против там оплатите там помогите с выставкой и я скажу там что помогли ну те-то те-то да то есть вы себе сделайте рекламу мы протянем хорошее дело но сам ангажироваться не хочу я говорю в первую очередь потому как я должен быть аполитичен и я должен быть удобен всем как это ну как бы не хотелось то есть я не хотел бы чтобы меня там сказали ага это человек там того то или он там вот он там наоборот там он там я и не и не в провластных структурах там не с провластными не с оппозицией нет я занимаюсь своим делом и свои ну как бы ну и занимаюсь свою нишу условно говоря но совершенно вне политики конечно нельзя оставаться потому что мы в этом всем живем и я наверно ну тут тоже внутренне ну как гражданин там ну где-то какую-то позицию имею но нет не считаю совсем не совсем корректно то есть вот проявление это про проявлять в какой-либо этой мере где-то я наверно вот в политике кто-то наверно там считает что ага если вот в соавторах с какими-то людьми значит вот он там заангажирован ну может где-то наверное хотелось бы да для продвижения чего-то вот как вы говорите там для получения там какого-то заказа либо участия в каком-то общем проект нет мы все делаем все своими силами все вот как бы все все двигаемся постепенно и ни в каких политических пока пока да дай бог знаете вот думаю что долгое время удалось избежать этого момента и буду надеяться что наверно потому что внутренняя свобода внутренняя возможность поступать так как считаешь нужным то есть свобода действий свобода вот где-то даже высказываний и представление материала то как ты это делаешь хотелось бы это сохранить клуб в котором мы сейчас находимся вот мы знаем что называется клуб любит или страны да хроматическая организация ваше супруга является главой этой общественной организации скажите как он работает то есть вы собираетесь по вторникам с коньяком здесь либо вы с маленькими микроскопами рассматриваете что-то кто сюда приходит и что вы здесь делаете да скажу кто у нас учредители клуба это несколько лет назад по моему нам уже наверно больше пяти лет это точно я предложил создать такую организацию учредителями выступили известные в городе краеведы и мои как бы хорошие друзья это Александр Александрович Мельник это Владимир Федорович Бухтияров я был соучредителем моя супруга первоначально занимала как бы должность председателя потому как я как нотариус не имею права заниматься никакой другой деятельностью хотя со временем она ну как бы вошла во вкус и вот там достаточно активно помогает и особенно если это какая-то выставочная деятельность но все-таки интересен сам процесс как вы собираетесь как часто как это происходит как появляются новые идеи кто решает что нужно запускать новые проекты его поддерживать финансирование как она это ищите если ищите собираемся ну знаете это больше вот клуб общения между собой то есть это вот это это те люди с которыми мы и так там в течение дня там можем созвониться можем увидеться но помимо этого вот ну как любые люди им нужна отдушина конечно неформальное общение это вот такая изюминка этого всего дела это здесь здесь готовятся все выставки то есть мы готовим здесь сам материал то есть здесь сюда оформляем работы здесь там упаковали туда привезли то есть на самом деле то есть эта выставка это ну человек пришел и у нас привыкали что это просто развешенные картины да на самом деле это подготовить буклет подготовить правильную пиар-кампанию там снять может какой-то ролик вершина айсберга на самом деле под которой я так понимаю лежит огромная работа и поисковая в том числе если вот вернуться к вопросу эдуарда фукса который не могу принципе не поднять это личность которая была если так использовать такие знаете пиар-технологии раскручена практически у нас кривом роге и благодаря вам лично и клубу я так понимаю в частности я не то что могу предположить что возможно и улица кривом роге названа в итоге именно именем этого человека переименована вернее именно благодаря благодаря тому что поднялся такой резонанс на поводу этой темы как вы предполагаете что будет дальше вот прошел приблизительно год с тех пор когда это было когда-то имя было вот с тех пор уже немножечко прошло время что будет дальше это вот имя она просто отойдет она скажем обрастет какими-то мифами легендами просто будет как одна из улиц кривого рога либо вот еще что-то смотрите то что я считаю мой такой вклад это то что вышло два альбома да в этом альбоме есть там и вступительные слова и там несколько человек готовила вот ну это первый опыт работы со ступником ступник один раздел там готовил текст во втором уже альбоме там пора сделан там оля хвостова готовила троттнер по природе криворожье там георгия просил сделать по фотографии но он только подредактировал то все то есть книги они уже есть в библиотеках там в школах есть уже имя человека уже процесс пошел сам по себе и его уже из контекста истории города невозможно вытащить то есть есть уже вот какие-то выставки к есть этот серия 50 серий заочных экскурсий и она уже живет свои свои какой-то жизнь это уже может перейти на такие скажем низовые уровни да там какие-то открытые уроки в школе знакомства учить там учителя истории там в библиотеке библиотекаре знакомит там классы детей это все то есть уже для этого есть материал у них вот ну все у них уже эти фотографии у них есть эти альбомы но нужно поставить это на профессиональный такой рельс потому как очень много людей которые подхватили эту тему и не совсем профессионально мне там звонит человек который переживает тоже эти все вещи которые тоже там общается с семьей говорит вот и анатольевич вот в такой-то школе вот такую чушь молоть ну там ну да своими ими вещами говорит вот там факты перевирают потом говорят фукс голодал вот как надежда завченко сегодня там в российской неволе ну зачем имя ну ставят на какую-то ну вот общую да и при приплюну сюда эту политику сегодняшний момент я говорю ну может для того чтобы создать более такие вот яркие образы но это действительно это перегибы на местах это все лишнее и вот чтобы вот этой от себя тины не было чтобы эта городская легенда там как-то уже перевранная из одних в ушей в другие не пошла дальше у вашей скажем не писательской не коллекционной и не нотариальной деятельности в летом прошлого года вы получили кубок за первое место на партном турнире по большому теннису вот какие еще такие у вас есть увлечения потому что всегда интересна личность которая живет на достаточно высокой степени активности в принципе представить ее без еще и дополнительной физической активности достаточно сложно как вы это между собой это все сочетаете ну это как знаете это возможность общаться с интересными то есть ну это небольшой круг по интересам у меня было даже вот была такая несколько лет назад пять или шесть лет назад была возможность мы прошли тренировочные скажем так обучение двухнедельное словении в гольф мы потом два или три раза ездили на турниры мы играли в гольф у меня до сих пор стоят клюшки мне очень антураж нравился очень красиво эффектно когда с машины ты застаешь эти круг клюшки как ты одеваешь вот эту вот перчатка на одну руку одевается то все красиво здесь любимая клюшка ну я не 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 ухватил этого момента может это еще и возрастной то есть это не мое теннисом стабильно занимаюсь велосипедом стараюсь два раза в неделю ездить вот даже объявляли там по городу какие большие велопробеги подъезжал но люди сильно долго собирались не стал то есть поехал сам сам себе покатался и это больше вот тоже как возможность потому что все люди заняты это вот там созвониться с друзьями предложить поиграть теннис а пока играешь ты о чем-то там перекинулся какой-то парой слов и вот это 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 вот тоже знаете универсально и в завершении вот 10 книг за неполных 10 лет ну то есть меньше вычисленной выставки презентации большое количество коммуникации с важными людьми я так мы разного уровня какую вы свою черту для себя определяете наиболее важной какой наверное ответственный очень человек знаете я до сих пор по любому поводу например там говорят да ну или там позвонили там ну нужно там вы не могли бы там какой-то день там провести там в детской библиотеке там скажем ну по рудничной азбуке небольшое там мероприятие да и вроде тут дети да что ну пришел или там ты эту тему ты ее готовил ты ее она у тебя из голове а я все равно ответственный идут знаете я буду я сяду я сделаю сценарий я подготовлю какой-то визуальный ряд я что-то вспомню перечитаю посмотрю и я хожу немножко даже мешает потому как ну ты ждешь да то там осталось 3-2 дня и ты это в голове держишь и ты к этому вот ответственно относишься ли наверно вот это вот черта когда от ответственность она в чем-то мешает она мешает другом там потому что где-то может личная жизнь где-то может быть немножко работа страдает потому что ты уже но раз ты уже этим занимаешься раз ты выбрал эти приоритеты если ты пообещал людям и ты согласился что ты вот ну идешь уже и от тебя чего-то ждут то ну это нужно сделать ну независимо там кто там как ты на научной конференции выступаешь или ты там перед студентами или просто это действительно там какой-то там шесто-седьмой класс привели для того чтобы познакомиться потому что в любом случае это вот посыл который остается в этих всех людях и частичка твоей информации на расходится и может кому-то западет кто-то ну сам заинтересуется пойдет дальше и ну главное это делать все качественно делать вот ну ответственно и как бы те ожидания которые ну от тебя ну оправдывать то что от тебя ожидают и тогда тогда будет все хорошо спасибо вам большое я надеюсь что вы но для нас будете создавать чем дальше тем более высокие интересные ожидания и их так невероятно приятно для нас оправдывать спасибо большое а